Приветствую вас, пока в вашем тексте, что вы написали больше вопросов, чем ответов, и, соответственно, для того, чтобы мы могли вам помочь, нужно, чтобы вы дали нам информацию, по данному вопросу, нужно, чтобы вы нам ответили, чтобы вы дали нам обратную связь. Давайте попробуем разобрать ваш вопрос более детально. Итак, вы пишите, мы с Панем расстались, и тут же пишите, он бросил меня со словами, что ничего больше не чувствовал. На мой взгляд, здесь противоречие, потому что, если мы говорим, что, допустим, вы, если мы говорим, что вы расстались, то это и ваша инициатива в том числе была рассталась. Если вы говорите, что он меня бросил, то это уже, скорее, такая в некоторой степени жертвенная позиция, ну, безответственности, то есть такое впечатление, что вы вообще мало за что отвечаете, вы вообще не отвечаете. за то, что происходит. По-видимому. То есть, что значит он бросил? То есть, он вряд ли мог вас бросить сам, да? То есть, как бы вы тоже в этом какое-то участие, скорее всего. И в этом нужно, в том числе и вам свою ответственность найти, чтобы вы не думали и не достижали, так, что столько вас бросили. То есть, это вот позиция жертвы, когда человек думает, что столько его бросили. Бросили. Дальше. Значит, вы пишите, что вы расстались, это, соответственно, факт, что это факт, что вы расстались. Но, не совсем понятно, из-за чего вы расстались. То есть, не совсем понятно, почему вы расстались. А ведь это очень важный момент для вас и для ваших отношений. Почему у меня отношения не сложились с мужчиной. То есть, я выстраивала что-то, а отношения не сложились. И это не может быть случайностью. У этого есть свои причины. Какие причины? Ну, нужно разбираться. Дальше. Я, значит, он больше ничего не чувствует. Я обещал исправиться и быть лучшей девушкой. Ну, вот, понимаете, да, какая штука. Вы говорите, что обещали исправиться, но это, по сути, вы говорите, что я исправлюсь для тебя. Как бы. То есть, речь идет о том, что вы для него пытаетесь исправиться. Для него. Не для себя, для него. Имеет ли это, эм, такой, скажем, смысл? То есть, имеет ли смысл, эм, исп... эм, исправляться? Вот. То есть, это нужно, на мой взгляд, исследовать. Вот. Понимаете? То есть, для чего вы, для чего и как вы хотите исправиться? Зачем вы хотите исправиться? Дальше. Быть лучшей девочкой, да? То есть, эм, опять же, что значит быть лучшей девочкой? Лучшей, чем кто? А, лучшей, собственно говоря, для кого? Ну, это вот все такие, наверное, моменты, да? Которые, которые нужно исследовать. В первую очередь. Ну, нельзя. 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 Просто, так, эм, значит, взять и начинать исправлять. Вот. Что-то должно быть, эм, должны быть какие-то причины, да? Вот. Почему и как вы, вот, решили исправляться? Для чего? Он никакого не соглашается. Пишите, вы не соглашаются, опять же, на что? То есть, на что он не соглашается? Мужчина. Мужчина не соглашается на то, чтобы вы исправлялись? А как, как на это можно согласиться, если, например, у него исчезли чувства? Если он сказал, что он ничего не чувствует, то это достаточно четкое определение ситуации. Я ничего не чувствую. Как бы. То есть, эм, да, это может быть, эм, конечно. Нега, нега, негативно. Вот. Но, это его реальность. Реальность вашего молодого человека. На что вы ему соглашаться? То есть, в этот момент его нужно тоже предсказать. Для чего вам согласие, в конце концов? Ну, его. Ну, насколько вы здесь приинтересованы в том, чтобы он согласился, согласился. Ну, чтобы он согласился. Кстати, а согласился на что? Особенно, если у него нет чувств. То есть, на что он может согласиться, что вот мне тоже интересно. То есть, на что здесь можно согласиться, если человек сказал, что у него нет к вам чувств. Все. Интересный момент, да? То есть, вы об одном и том же с ним говорите. У вас взаимопонимание друг с другом есть. Вы понимаете, кто что имеет в виду. Кто что имеет в виду. Кто как-то, кто как-то, что имеет в виду, говоря вот об этом, обо всём. Вот, например, у меня такого ощущения нет. Что вы вот как-то себе отдаёте отсчёт в том, вообще о чём идёт речь. То есть, у вас, ну, или у вас, или там, между вами, да? То есть, вот, как бы это, моменты важные, моменты важные, вот. Но, предмет, предмет разговора, предмет беседы, предмет вот того, о чём мы говорим, да, например. Ну, он, на мой, на мой взгляд, различается. То есть, мне кажется, что вы, что вы здесь вот, об абсолютно равных вещах говорите. Дальше. Так, он никакой не соглашается. Мы видим это с ним, он говорит, что ему хорошо, когда я рядом. Скажите, пожалуйста, до чего вы видите с человеком, который вам уже сказал, что с вами быть он не хочет больше? То есть, а-а-а-а-а, для чего вы, э-э-эм, не встречаетесь? Зачем вы с ним видите, какая цель у этого, у того, что вы с ним видите. Опять же, вы на что-то надеетесь, вы чего-то хотите, вы чего-то ожидаете, у вас есть какие-то ожидания от этих встреч с ним. То есть, на мой взгляд, это всё достаточно важно. Если мы хотим, опять же, понять вашу историю, да, и разобраться с ней. И помочь вам, если мы хотим. Дальше идём. Так. Он говорит, что ему хорошо, когда рядом, но при этом он чувствует дискомфорт. Ну, здесь, наверное, нужно сказать, что дискомфорт чувствует он, а не вы, в данном случае. Поэтому и решать проблему своего дискомфорта должен, по-саму, он сам, а не вы. То есть, мне здесь, вот, не совсем, понятно, ваша инициатива. То есть, вы хотите за него решить его проблему и пишите, как избавиться от этого. То есть, вы просите, но кто от чего будет избавляться? Кто от чего избавляется? Кто от чего и для чего избавляется здесь? А я не шучу, на самом деле. Я говорю на полном серьёзе сейчас. Потому что, чья проблема, тот и разбирается. Чья проблема, тот и работает. Что тут? Ну. А вам нужно, э-э-э-э-э. Вдять ответственность на себя, э-э-э-э, за свои чувства, за э-э-э-э-э-э-э-э. чтобы он за вас не отвечал. Вот. Как это происходит сейчас. Сейчас она отвечает за вас. А быть такого не должно. Не должен. Жневые сейчас пытаются отвечать за него, а такого быть не должно. Дальше. Как избавиться от этого? Нужно делать анализ ваших отношений и, соответственно, после этого уже можно будет вам давать какие-то рекомендации по поводу того, что делать дальше. То есть, нужно, я бы сказал, отграничить проблемы, да, где ваша проблема, где проблема, собственно, его. И чтобы вы решали свою проблему, например, проблему своего поведения с ним. И тогда, может быть, и у него что-то появится, тогда, может быть, у него что-то возникнет. Разникнет, тогда, может быть, и он что-нибудь почувствует. Так, что у него к вам. Кто знает. Вот. Пока так. Дальше. Как вернуть чувства? Вам нужно вспомнить, какое вы были, когда у него чувства появились, и действовать так. Так, это все, что вы можете сделать. Единственное. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рада ночи. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.